Салют, друзья! Я Владимир Стражук и это Hot News на Европа Плюс ТВ. Сегодня моими глазами вы увидите, как проходит концерт Буррито от начала и до конца. Сейчас идет саундчек, когда профи выстраивают свет и звук, и совсем скоро все начнется. В этот вечер у солиста группы Гаррика Буррито очень насыщенная программа. Дальше по плану Meet&Grid, так называют встречу поклонников с артистами перед концертом. Вы правда все на концерт пришли? Уже много лет у нашего героя целая армия фанатов, ведь начинал он свой творческий путь в легендарной группе Бандерас. Эти песни вместе с Игорем Бурнышевым пела вся страна. История про красивую жизнь. Дай пять! И, конечно, Колумбия Питчерс. В сольной карьере Гарик тоже умудряется разрывать хит-парады. Только трек «Мама чего стоит». Ну а сегодня событие еще большего масштаба. Первый сольный концерт группы Буррито, который фронтмен скромно называет просто отчетным концертом. Надо отметить, что проект Буррито зародился еще 18 лет назад и все эти годы наполнялся философией и духом своих создателей. Музыка – это нечто большее, чем просто концепция, да? Концепция или там категория «плохо или хорошо». Тогда все стало на свои места. Плюс я за это время собрал свою студию, где возможно в рамках лаборатории экспериментировать. Это самое главное достижение, которое, я считаю, было воздвигнуто в то время, пока я был в Бандерас. Это позволило мне собрать на заработанные деньги студию. Все деньги я потратил на студию. У счастливого обладателя нового саунда случилась еще одна победа. Два месяца назад супруга Оксана Устинова подарила Гарику сына Луку. В семье его уже называют «маленький Буррито». И пока малыш растет, мама с радостью поддерживает талантливого папку. Фактически не сплю, но, конечно же, это безумное счастье. Я рекомендую всем женщинам, которые откладывают на потом это заветное событие, как можно быстрее осуществить его. Потому что ничего круче нет, чем рождение ребенка для женщины в любом возрасте. Гарик, во-первых, поздравляю тебя. Ты молодой отец. Да. И скажи, успеваешь ли ты заниматься творчеством в такой период? Обычно треки рождаются, когда ты в пограничном состоянии. Уставший, не выспавшийся, летишь в самолете и кажется, что ты заходишь в самолет и сейчас ляжешь спать. А не тут-то было. Раз тебя поперло. Так вот, когда родился ребенок, такое состояние перманентно. Поэтому, да, постоянно пишу. Вдохновляет музыканта и необычное хобби – искусство внезапной атаки с использованием японского меча катаны. Да и название коллектива Бурита не случайное. Это три иероглифа. Бу – воин, ри – справедливость, то – меч. Это не просто увлечение, это вторая кожа. Яйдо, тайский бокс, яйдо – это, конечно же, то, что помогает мне держать себя не просто там в дисциплинированно, да. Это просто и мышление, это и поток, это и философия, это и медитация. Своей сверхзадачей сегодня артист считает создание музыки между строк. И у этой миссии уже давно есть истинные ценители. Во-первых, мы фанаты, фанаты друзья, которые пришли поддержать. Мы реально очень любим музыку Гарика, она очень крутая, поэтому мы здесь сегодня. В группе «Бандерас» Гарик был, мне кажется, самым скромным и самым таким незаметным. Судьба распорядилась так, что именно он из этого коллектива стал самой яркой, творческой, сольной единицей. Я очень рад, что он нашел свое лицо. Это очень важно для артиста, для музыканта. В этот вечер артист порадовал публику дуэтом со своей любимой. И представил новиночку с «Легалайзом». Спасибо, что вы здесь. Гарик всегда хотел вот что-то подобное играть. Он не хотел никаких рамок, альтернативы какая-то, какой-то микс стилей. Для всех фанатов Гарик готовит еще один большой сюрприз. Он пока в секрете. А осенью мир обязательно потрясет и его новая пластинка, которая уже сейчас получила название «Белый альбом». Как видите, концерт удался. Зал полный. На ура встречает новые песни и, конечно, мегахиты. Смотрите.